Хороший вот пинг у Эвила, он, как он, во второй раз смотрим и пинги равны. Да, отличные, отличные пинги 50 на 58, соответственно 50 у Гарпи, 58 у Эвила, это по-моему польский сервер, если не изменяет память. Ну что, наверное мы ready, да, сейчас я только мониторы переключу, пов у меня, ну посмотрим там, синхронизируемся как-нибудь. Как-нибудь буквально секунду, клан гусь, да, у нас клан гусь. Все, отлично, we are ready, good luck, fun. Куда шел рипер? Опять сейчас будут вопросики рипера. Спросил он Гарпи, какую футбольную команду он поддерживает. Ему Гарпи говорит, нет, типа я не смотрю футбол вообще. За кого болеешь, если по-русски. Ну ладно. Я больше регби люблю. Ой-ой-ой, все. Если бы Гарпи сейчас... Гарпи пошел, да, пошел. Погоди, а давай тогда плеер просто для синхронизации. И кто у нас Эвил первый? Вот так вот сделаем. Дым-13, шерва, карта. Да. Угу, угу. Что-то они не торопятся начинать. Гарпи переписывается с рипером по поводу футболистов. Ну, отличненько. Значит, у нас все готово. Я, правда, звук не протестил. Может быть, там какие-то провалы со звуком есть? Да и не, вроде бы. Хотя сейчас, буквально секунду. Тщательно ничего не пишет. Значит, все нормально. Пишет. Все ок. Все хорошо. Ага. Ну и все. Не, не, не. Я просто имею в виду на 720p стримах. Агент вон, говорю, подошел посмотреть. Что? Агент вон, говорю, подошел посмотреть. Угу. Он на прошлом зоотке выступал, да? Или на прошлом? Не помню. Ну, где-то играл он там, да. Рэди. Да, рэди. Не знаю, кого спрашивал Гарпи. Ну что, начинается матч. Первая игра четверть финала 128-го зоотека. Англичанин Гарпи против нашего игрока Сергея Эвила Орехова. Так, ну и по Вэвила сразу же. Да. У Эвила хороший рез был на желтом. Верху желтого он сумел забрать, но он изменялся на красный. И он сейчас торопится на шарф, не стал сразу туда идти. Думал, что он сможет подконтролить Гарпи на этом джампаде. Он Гарпи сделал немножко поумнее. Угу. Непростой же все-таки игрок. Да, Гарпи... И через 5 секунд вторая красная. И на нее приходит Гарпи. Здесь он, правда, должен умирать. Хорош. Очень четкие ракеты сейчас я провел. Пострелял, забирает верхний желтый. И знает он, когда требуется мега-хелс. Нет, кстати, кстати говоря, ДМ-13 это выбор Эвила. И знаешь, я готов поставить здесь именно на нашего игрока, что он должен здесь побеждать. Потому что, ну, Гарпи, он, кстати, тоже такой товарищ. Немножечко инактивный. И, ну, мне кажется, на ДМ-13 у него крайне мало шансов. Тем более, что... Да, в последнее время нигде его не видно. Да, да, да. То есть сейчас вот он очень сильно ошибается. Правда, Эвил, ты посмотри, сколько рокета он промазал. Он там вообще должен был фраг делать, если по-честному, да? Но как-то там... Ну, ракеты потом кончились. Он три промазал. Не ожидал, что ли, его там увидеть. И Гарпи сейчас нагло вылезает. Эвил должен был его контролить ракетами, но шафт его хорошенько поставит. Не, кстати, англичанин делает неплохую попытку сейчас проатаковать шафтой. То есть он очень много стека сбрил. И сейчас, если бы была возможность здесь проспамить каким-то образом выход Эвила с красного армора, Ну вот, врывается Гарпи на шафт, выбивает армор. Сейчас желтая появилась. Эвил там опять просто ничего не попал, две ракеты выстрелил. Ни одна даже сплэшем не задела Гарпи. В принципе, это слишком аркадно было для Гарпи врываться. Но вот благодаря тому, что Эвил не смог попасть, он и выжил там. И опять сейчас красный снег вырепывается. Ой, и Гарпи хорошо сейчас на шафте левел, всего лишь 28 хп. Ну, видишь, как бы в чем ситуация. Гарпи-то, конечно, молочек. То есть он там демэж какой-то наносит, и атаки вроде какие-то тоже проводит. Это очень важно, потому что в МДМ-13 нельзя дать сопернику отъесть. Ну, стараться. Желательно не давать сопернику очень большой стек, иначе потом контроль тяжело очень перебить. Но вот он постоянно, когда он сделает какую-то атаку, он почему-то находится не в том месте. И вот он там сильно надамажил Эвилу, да? То есть ему что надо было сделать? Если появлялась раньше мега, надо было идти и занять снегу. А в итоге он как бы где-то там стоял, позволил Эвилу выйти, и в итоге Эвил занял позицию на меге. Потом туда приходит Гарпи на центр, и... Здравствуйте. Получите шафт. Вот Эвил сейчас очень ловкий рокет-жамп сделал с гранат на мега-хеллс прямо. И сумел отконтролить и мега-хеллсы красные, а вот Гарпи взамен получил только две желтые. В принципе, это для него гораздо больший плюс, нежели чем у него было до этого по хп-армору. И сейчас 100 на 100 Гарпи против. 140 на 140 у Эвилу. У Эвилу встречаются они. Хорошая-хорошая позиция сейчас у Эвилу для подбора мега-хеллса. Он очень четко спрыгнул вниз. Ну, здесь можно было бы, ну, арки-джамп, наверное, аркадно, но пытаться как-то подловить Гарпи на ненужном движении. Можно было бы, вот сейчас неплохой шап, показывает Гарпи, замешкался Эвил. Но запищал. Англичанин тут уже можно, наверное, даже было бы раки-джампом как-то добить. Ну, вот да. То есть раки-джамп и минус. Добил все-таки, Эвил. Гарпи 4-0 счет. 4 минуты уже почти прошло от начала игры. У Эвилу вроде бы есть, ну, практически полный контроль. Знает он, где пока Гарпи находится. Вот сейчас опять не попал в несколько очень важных ракет. Растерял весь стэк. И Гарпи его просто-напросто забревает. Ну, вот эти ракеты зарешали. В Гарпи еще, наверное, там был один желтый. Поэтому он смог позволить себе немножко... Ну, в своем стиле Эвил начинает с респауна проводить атаку. Благо он там шафт нашел сразу, да, на центре. Ну, эм... Или, погоди, или где он заресел сегодня? Он же шафт там где-то нашел, правильно? Ну, да. Ну, а вот, кстати, проблема Гарпи была. То есть у него, видишь, у него у самого даже шафт кончился. То есть он очень зря не подобрал оружие. Да нет, у него сейчас есть шанс как раз контроль отбить у Эвилу. Потому что уже 100 на 150 едет, знает он мега красный. И КАО оба желтых респуются. И теперь надо Эвилу как-то засейлиться немножко. Не, ну я говорю именно по факту. То есть, подобрав он тот шафт, вообще этой проблемы бы на красном не возникло. Что Эвил там вышел, начал забривать. Поэтому он реабилитировался. Даже не надо было на шафт идти. Ну, да, главное, что Гарпи сохранил контроль. Я полностью с тобой согласен. Это самое важное слышать. Сейчас как Эвил забирает красную, нужно... Вот они, вот эти вот нелепые движения, которые получается... Которые, я бы, наверное, правильно сказать, не получается делать. Из-за того, что ты в инактиве. Из-за того, что ты, ну, может быть, там, не разогрет каким-то образом. Да я бы не сказал, что это из-за инактива. Просто Эвил очень хорошо перехитрил Гарпи. Гарпи его стоял и ждал у выхода на центр карты. А Эвил на шефтах тем временем конит и просто он спрыгнул на красный. Я не боюсь, сейчас шафтица, смотри. Нигаясь, не скоро появится. Гарпи сразу же забирает аптечку плюс желтый. Сейчас заберет вторую. И лежит красный армор плюс красный. У Гарпи 150 армора в кармане. И Эвил здесь просто должен без шанса подлетать. Да, конечно. Ой, оборзел. Ой, оборзел. Если бы Гарпи немножко пораньше бы вышел. Ну, говори, у Сережи просто в своем стиле. Ну да, надо сейчас успокоиться и не маленько перестать делать такие вещи. Потому что, может быть, потом обернется это очень плохо для него. Смотри, вот именно Гарпи такой, да? То есть, несмотря на то, что он понимает, что может очень много попадать, он именно, осознавая свое преимущество по стеку, делает именно такой жесткий, жесткий прямо выпад. Вперед, и благодаря этому... То есть, он не стал там стрейфиться, что-то просто сделал выпад и дожал. Задушил, можно сказать, даже. Ну, как раз надо камбэк сделать. Да, да. Внутри на это не такая быстрая карта. Ну, желательно, желательно как-то там играть. Вот где можно играть агрессивно, надо играть агрессивно. Вот слышал он, наверное, Эвил, как тот патрон подбирал, и Гарпи тут же пытался провести атаку. Ага, слышит он шаги Эвила, но решает, что лучше зацейвить и красный забрать. Ну, вот сейчас уже 200-200, наверное, можно произвести какую-то серьезную атаку. Тут надо сейчас Мигу просто проконтролить, и там уже смотреть. Гарпи уходит на центр-гарты, видит Эвила, контролечка. Полетела, прогнал соперника на шафт. Не знаю, что будет делать Гарпи. Смотри, вот Гарпи пошел забирать Мигу. Возможно, это очень серьезная ошибка. И он сейчас зачем-то медлит. Сейчас Эвил же просто выйдет с шафта. И он хочет на муви его подловить. А, ну, тоже можно. Да-да-да, подлавливай. Я как-то вот не подумал об этом. Ну, видишь, тоже, тоже очень опасно играет Эвил. Так вот взял. Эвил копил стек, копил-копил. Кто все тормора накопил, вышел, его просто сбрил Гарпи. Сейчас очень опасная ситуация здесь для обоих игроков. Потому что там всякая фигня залетает просто. Блазма бывает залетает, сплэш от Рокета. Ну, Гарпи-то пофиг, он стек быстро восстановит. Уже 200-100, а у Эвилу придется тяжеловато собирать-то желтый армор, который находится в двух абсолютно разных частях карты. Сейчас еще Гарпи его слышит. Не вовремя кончается Рокет на машине, смотри! Ой-ой-ой, тут вот это он неплохо там попал. Видел, да? Гарпи-то еще раз не наламливает. Бой великолепный Рокет прямо по стеночке залетает. В Эвилу слышит сейчас, как тот упал вниз. Не контролит его Гарпи. Контролит Гарпи снизу. Контролька и шафт. И просто Гарпи залил туда шафта. Перехитрил он Эвилу. Слышал, как ракеты летели в сторону шафта. И просто решил, что враг ушел на Мегу. И поэтому отдался. Гранаты, гранаты. Попадает. Тут, кстати, возможно, повезло Гарпи. Повезло Гарпи, что у Гарпи не осталось Рокетланчера. Давай переключимся, кстати, на Эвила. Посмотрим, он здесь насобирал 130 армора. Вторая минута, надо ему сейчас что-то срочно придумать, чтобы... Ему, я тебе так скажу, ему в первую очередь необходим Рокетланчер. Потому что держать плюсбэк по ситуации без Рокетланчера на ДМ-13 просто невозможно. Вот он подобрал Рокетницу. Ну и вот с этой Базукой надо, наверное, собрать 200 стэка по армору. Передислоцировал с Эвилу на шафт. Подобрал арморчик. И аккуратненько вышел из коридора. Ну все. Все, что нужно было сделать Эвилу, он уже сделал. Осталось посчитать Мегу. И Мегу он сейчас посчитал. Отлично. Следующий будет. 30 секунд выходит бороться с Гарпи. Вот это, по-моему, он зря придумал. Но на ракетах, сука, попадает Эвил. И как раз-таки на эту Мегу Гарпи его и пересмелял. Я считаю, что Эвилу лучше было бы дотянуть уж до овертайма игру. Потому что... Да, я абсолютно согласен. Знал он, что контроль у Гарпи есть на карте. И он ничего не мог с этим сделать. А такие вот аркады... Поскольку ситуация возникла такая, что где-то 30-40 секунд. Ребята не перестреливались, не боролись друг с другом. Сейчас опять война у нас на красном. Посмотрим, чем закончится все здесь. Но не уже левел. О, боже мой, друзья. Что же это такое происходит? Что же за халява? Да, повезло, повезло сейчас Эвилу. Ну, я не считаю, что здесь нет никакого везения. Это Гарпи просто сотворил какую-то глупость. Ему не надо было атаковать. Просто, да, глупость. То есть надо было просто отстояться и попадать из рокета спама. Вот и все. А он взял. И сейчас, но напрягает опять. Что они делают? Ай-яй-яй, пролетело просто мимо уха ракеты. Ну, Эвил, вот зачем он... Я не понимаю, зачем он это делает. Не, он хотел выиграть еще тут, еще сказать. По-любому. Ну, да, наверное, не дотягивать игру до овертайма. Но в этом, мне кажется, есть вся проблема Эвила. И в этом же есть все его преимущества в каких-то местах. То есть иногда это бывает очень неожиданно. Иногда это приносит свои плоды. Но очень часто, как мы видим... Но все-таки чаще, я думаю, вы со мной согласитесь, что это заставляет Эвила терпеть. Да, вот к 30 секунде овертайма у Гарпи уже есть тэкс 200-200 и попадает он в прямой рокет. Выйрол. Выйрол просто сумасшедший. Гарпи вот так вот в прогибу. Налетает. По-другому, по-другому и не скажешь. Ну вот сейчас Гарпи может уже вовсю позволить себе ломиться на Эвила. Печенюшки собирает. Ох, не скоро, желтенький Эвил. Ох, не скоро. Ох, не скоро. Долго ты тут будешь стоять. Сейчас его Гарпи... Ой-ой-ой. Хорошо попал. Откинул немножко. Ну это просто быстрелило. Позиция. И смотри, опа, какой выпад от Эвила. Кончается руки планчера. Неплохо его подбрил шафтой. Сейчас лежит красный. Он слышит, как соперник забирает армор. Не прошел спам. Сразу же контрольки на мигу. Это говорит о том, что Эвил не знает, когда рессается мегахеллс. И вот он сейчас прыгнул тоже вниз. О, опять прямая. Я просто не знаю, что говорить в таких ситуациях. Казалось бы, Эвил первый достал шафт и начал шафтить. И тут бах, пролетает. То есть этот рокет, по сути, просто спасает... Просто спасает Гарпи. Эвил сейчас себя запирает на красном. Получает ракету еще одну в лоб. Всего лишь 12 хп у него осталось. Ай, куда бежать-то? Ну, тут видишь, Карпи тоже немного. На самом деле, сейчас как-то аккуратно поймать угол. Хорошо спрыгнул вниз. Нужно... О, смотри, по пяткам просто хочет. Нет его там. Это лол. Нет. Это лол, друзья. То есть, вот опять-таки видим, да, что делает Эвил. Он просто за 20 секунд до конца карты с 50 хп падает на красный. Несмотря на то, что он знает, когда он появляется и в оружии сейчас мигу, у Гарпи осталось крайне мало хп. Это просто жизнь какая-то. Да, конечно же, без ракеты на миге не подерешься. Слышал еще респаунд. Будет ли его сейчас с Гарпи плавить? Эвил убежал, вроде бы сейчас. На шотгане должен быть, да, 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 уже на шотгане. А и Гарпи полетел, расправил крылья, упал в лаву. Ну, это же Гарпи, да. Гарпи, да. Это же Гарпи. Интересно. Я, наверное, сейчас слышал прыжок, да, да, да. Решил контролить его Гарпи здесь на шоте. Ну что, давай. Павал в контрольку. Переключим сейчас. Рассосется здесь ситуация и переключим на Эвила. Ну да, посмотрим, вот пока у Гарпи 200-100. О, ну осталось-то, смотри, у Эвила осталось 40 секунд для того, чтобы сделать камбэк. Да, один шаг за 40 секунд. Будет ли Гарпи сейвиться? Да нет, просто центр карты контролирует. 200-200-100. Да, да, Гарпи сейвится тоже бывает. Тут надо контролировать центр карты. Сейчас немножко неловко упал Эвил, но главное есть 200 армора. То есть можно попытаться мигуать. А, Джотти, смотри, как он подлавливает. И дайвит, дайвит его, и неужели он сможет его перешать? Хороший шаг, мало что-то. О, отлично. 100 фраг, нахер. Не, ну он столько шахта попал, это просто жесть. А играет целый мегахелл с Эвил с более хужеим кингом. И смотри, второй фраг тут идет уже прям в руки. Две секунды. Одна. Эх. Ну вот, эх, к началу третьего овертайма только Эвил. Добрил. Гарпи. Все могло кончить уже сейчас, но... Повезло, повезло очень, Гарпи. Я опять смотрю, лоббит и Гарпи на него. Ну, это, я думаю, уже все. Рейдж пошел у Гарпи, такой небольшой. Невероятно, просто невероятно. Вот я не ожидал, что будет так вот жестко прям. По всеми овертаймами. Впрочем. Но Эвил сейчас думаю, третий фраг должен сделать. Да не, ему даже это не особо надо на самом деле. То есть он контролит мегу сейчас. Но Эвил очень сильно радует своей игрой. Так, хороший шахт к концу уже начал показывать. Не, ну... Он вообще... Он в тот шахт на меге, он вообще все вложил. То есть вообще всю душу вложил в этот шахт. Если бы он там проиграл, он бы отдал ДН-3. А тут, кстати, не кончается игра. Давай переключаться на Гарпи. У него 26 кп. Одна минута, два фрага. Это, конечно, намного тяжелее, чем... Ну, как бы в том моменте у Эвилу надо было делать один фраг. Плюс у него было 200 армора. Здесь у Гарпи вообще армора нет. И он просто получает дозу шахта. Практически смертельную для него. Полтинник его там немножко прибодрил. Но и Джамп, он делает фраг. И здесь, конечно же, о каком-то камбэке от англичанина. Даже думать не приходится. Ну что ж, отправляем ДН-13 в хранилище лучших игр на Зотоке. И будем смотреть вторую карту. Это будет уже выбор Гарпи. Воистину великолепная игра. Три овертайма. Очень красивые. Три овертайма на ДН-13. Причем не со счетом 0-0, а со счетом 9-5, как вы видите. Вот, видишь, о чем я говорил? Буржуй не любит играть с пингом выше 50. Ну, конечно. А англичане это вообще в первую очередь их касается, я тебе так скажу. По-моему. Гарпи говорит, что Эвил уж пользовал против него его же пинг. Альфа-Омега еще вон там приконнектился. Тоже решил посмотреть на этот валидольчик. Посмотрим. Наверное, Т7 может вторая карта будет, я думаю. Ну, это выбор Гарпи уже, да. Или Аэроволк. Хотя против Эвил. Не знаю, Эвил, он все может. Баттл Форс. А я, кстати, не удивлен. Сам Кулер говорил, что... Вот, я не знаю, если ребята сейчас начнут сразу игру, и у меня будет время поговорить о менталитете английских игроков, скажем так. Так, Эвил, включаем. В общем, Кулер как-то говорил, что это характерная черта для англичанина, если появляется новая карта, и он начинает ее очень много играть. То есть, то же самое было и с Хектик. Да, появился Хектик, новая карта, все англичане сразу ее там начали... наигрывать и на зотоках очень часто использовать. То есть, ну, помимо Гарпи, там еще кто у нас? Я уже просто не помню. Это были такие для Квейклайва бородатые времена. Да я тоже уже не помню. Кто там еще из англичан играл? Ну, конечно, конечно, были люди. И очень много Хектика. Очень много Хектика от англичан. И вот здесь я неудивлен увидеть Бэтл Поржет как пик... как пик в Гарпи. Марка, там, вон, сейчас он открылся, привет. Ну, Ваня, да, привет, конечно. Мы тебя тут обсуждали в начале трансляции. Самое клевое количество импрессий. Да, да, да. Марка, ты вообще в курсе, что ты топ-1 по количеству импрессий? Да, ты вообще в курсе, что ты круче Киллшина. В пять раз. Как же он играет только в турниры, а Марка там паблик гоняет, в бомжей стреляет, импрессий убивает. Но это все, конечно, мы шутим. Никто не спорит, что Марка крут. Ждем радиап от Эвила. Вот тут я не знаю, на кого ставить. Я его давно не видел, как он играл в Бэтл Поржет. Кажется, он справится, если так скажу. Ну да, в принципе, должен. Я думаю, Гарпи подустал после такого-то М13. Ну вот, сейчас начинает игра. То есть Эвил просто на плюс морали должен тащить. Давай, включаем, кстати, злого. Хорошо, и какая неловкая ситуация на миге Эвила. Респей просто печаль. Один респается на миге, второй респается на шапке. Это что-то с чем-то. Привет, Кэйк Лайф это называется. Гарпи сейчас 200-100 как раз есть. 200-100, не надо было уйти. Он его украл. Один рейл попал. Но можно было бы попасть больше. Ну, очень плохое начало для Эвила. Очень отвратительно. Ну, чё поделать. Один респ стоил Эвилу 2 фрага. И вот Гарпи сейчас уже встал на контроль. Баттлфорест легко вроде бы контролируется. Он подобает ДМ6, так как всего 3 айтема. Ну, он просто приходит на мигу и запревает Эвилу. Но тем не менее, мигу Тейвилу внёс. Да. Ох, гипно-рокет. Опа, ещё один гипно-рокет, но этот уже был мощнее. Видимо, да? Попал Эвил. Да, Эвил, кстати, это один из лучших рокетов. Хорош. Убил всё-таки свои чудо-ракеты. 4 хп надо полтинчик найти. Вот он, заветный, лежит отлично. И мегахелл тревпится в одно время с жёлтым, но я думаю, Эвил всё-таки отдаст. Нет, не успел на мегахелл. Не успел. Бега брать. Атрейлил, атрейлил, всё нормально. Главное, мигу, атрейлил. Арморчик забрал, сейчас можно поп... Агарпи, вот смотри, пришёл сюда контролировать, но, по-моему, очень зря. Потому что тут его надо было контролировать, знаешь, где? В этом прыжке. До третьего этажа. Ну и пошло, поехало. Ну там, вот теперь Эвил отлично. Иресп, 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 ипошёл. Давай, ещё рейлганчик один. Спокойно, прицелиться. Гарпи, кстати, очень интересный выпад сделал. Не знаю, чё сейчас надо Гарпи делать, чтобы хоть как-то начать убивать контроль у Эвила. Не попадает он, это трейлган, вот второй всё-таки залетает. Но Эвил не такой простой, отвечает всем же самым. Ну, делать надо везде всё то же самое. Брать арморы, это ростепенные девайсы, то есть жёлтый, там, шарды зелёные. Брать рейлы, отрейливать. Ну, можно попытаться, да, там, каких-то... Если соперник допускает серьёзные ошибки, можно попытаться его подловить, там, да, на каких-то мувах. Вот как вот сейчас, если бы Гарпи, например, спрятался бы где-нибудь, Эвил бы просто банально спрыгнул. И в момент прыжка англичанин бы выскочил с шафтой. То есть, там, сыграл бы эффект неожиданности, сыграл бы свою роль эффект вот этого вот... Ой-ой-ой, получаешь прямую в лицо, и, ну, 90 хп, всё, второй вон, ищешься. Вот, да, ну, или вот просто вот так вот, то есть, да, на каких-то мувах подлавливать. Проще всего делать, конечно, рейлган. Это понятное дело. То есть, играть на движении, это могут себе позволить только игроки с довольно чётким пониманием карты и хорошей стрельбой, на самом деле. Ой-ой-ой, через решёточку видел, как подрелил ловко? Ну, говорю, Гарпи знает. Вот ещё один. Смотри, ещё что-то. Наглеет Серёжа, начинает там на жампадах прыгать, ну и перерейливает. Всё, чётко. Ну, спасает он его контроль железный. Вот сейчас вот всё плохо, практически все три девайса в одно время респутся. Только жёлтый немножко задерживается относительно этих миги и красного. Правильно, Горь, правильно. Как он попал в этот рейл, я не знаю. Ты знаешь, как он его попал? Ну, да, знаю, на опыте. Это вообще нереально. Он даже, не знаю, там надо было понимать, что либо человек-телепорт выходит, либо обладать просто реакцией терминатора. Нет, ну, по-моему, Павел говорил, или Эш, может, на стриме кто-то у тебя говорил, что Эйвил стреляет, как бы, перед тем, но он уже, в общем, знает, где соперник должен находиться, по идее, в следующий секунд. Это говорил Бейс, да. Да, 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 вот Бейс это говорил точно. И он стреляет именно туда, куда соперник предположительно пойдёт. Вот, наверное, так он и попадает. Это правильная, правильная, конечно, позиция. Потому что, если бы кто-то стрелял по-другому, то, наверное, было бы нереально попадать в койки вообще. Ну, вот, отлично. Эйвил, впадает. По аккурату у него 60% рейлган. 30 шафт, 30 рокет. Рейлган он довольно часто использует. Да, давай покажем аккурат, я тоже что-то состыкал. Паша, я создам. Ну, он уже все понял, да. Пароль мы все знаем, да. Ты тоже знаешь, да, Эдмин? Да, да, я помню. Оп! Какой красивейший фраг на самом деле. Я думаю, карпи уже можно там парфейт писать. Ну, конечно, конечно. Но всё равно досмотрим, может он ещё и сделает таких фрагов в престижах. Просто что-нибудь нереально красивое, да? Да. А-а-а! Пяточку не залетает рельса. Вот, видишь? Опять та же ситуация. Только в этот раз гарпи не лыжил. Туда, куда хотел Эвил. Контроль вообще его не отпускает. Ни на одну секунду. Вот сейчас мегут изможет унести гарпи. Великолепная комбо. Там жалко, второй он не залетел. Можно было бы сделать фраг, не выпуская соперника в заднюю часть карты. Айрокет, ну! Ещё! Ну, ещё вот это. Это не считалось. Это был лёгкий. Ну, смотри, не знаю. Это был лёгкий. Чётко за полкиничком. Сейчас пропрыгил Эвил и тут же на телепорте гарпни свою. Ну да, ганди, я. 14-3. Карты деваться некуда. Забирает сейчас... ...англичанин жёлтую. Ну, конечно, если он успеет на красный, может, он сможет здесь сделать фраг. Но почему-то не стал он этого делать, потому что 100 на 0 левел он... ...при грамотной атаке, то есть если там подрейлить как-то... ...можно... ...можно было бы и красный унести, и фраг забрать. Всё понимает репа. Слышит Эвил, как стрейфится соперник. И просто попадает два чётких рейлгана. Ну, не знаю, тут уже просто без комментариев. Эвил бегает по кругу. И убивает гарпера. Куда-сюда. Комбэк тут нереален. 13 фрагов за 3 минуты. Всё самой логик. Всё собой. Фу, ну что же такое, а? Печальный парень. Два слова не могу сказать. Бывает, бывает. Следующая игра у нас Павел Эвил. Я думаю, наверное, вообще... ...все стримить будут. Ну, а там некого больше, по сути. Можно даже Сайфера позвать, если он свой полуфинал уже отыграл. Я как раз про клавиатуру спрошу. О-о-о. И про коврик спросишь. Потому что уже... ...многие задавались вопросом, какой коврик Сайфер использовал, когда играл на Т-клапсе. Говорят, там какой-то новый... ...из серии Рейдер. Который, там, суперскальзит. По нему мышка. Всё, очень кучёнко. Вазелиновый коврик. Вазелиновый коврик. А может, потный, откуда ты знаешь? Потный коврик. Ну, вот что-то грустно там был. Форжит. А-а-а. Ну, неужели этот матч не стоил того, что было посмотреть? Нет, за счёт ДМ-13 я считаю, матч просто шикарен. Лучший, по-моему... Я не видел, правда, что происходило в других, но я уверен, ничего интереснее не было точно. Потому что... По сути по тому, как быстро Шадоу освободился, ничего интересного не произошло у него в игре с Сайфером. Мне там кто-то писал, что Сайфер там проигрывает. Ой, а он один фраг проигрывал Шадоу. Всего-то. Дал фору, наверное. Да нет, почему? Шадоу неплохо играет. Не спорю. Ну, наверное, Шадоу просто по блату решил. Сайферу победу отдать. Мол, ну ладно, чувак, финал у нас. Я думаю... На самом деле, ему так бы и надо, мне кажется, было бы сделать, если бы он Сайфера выиграл. Хотя нет. Я вру. Потому что если он выиграл Сайфера... Гордынь быть позволила. Если он выиграл Сайфера, это значит, что он больше него достойен играть в финале с Эвилом. Если Эвил выиграет Пашу, конечно. Сейчас, в полуфинале. Наш Паган уже создал фервер. Нам остается только он антип. Из антип. Да, мы, по сути, наверное, можем отсюда отключаться. Счет разгромный на Бабл Порже. 2-0 по картам. ДМ-13. Эпичнейшая. С тремя овертаймами. 2-0 по картам. ДМ-13. Продолжение следует...